Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Значит, этот ролик называется Вступительный. Касательно того, что я скоро буду вставлять другие записи ролика, которые я сделал на собрании в протестантской церкви. То есть, чтобы вы просто видели разницу. Я расскажу, что было воскресенье. В воскресенье я был в храме православном, на исповеди, там мне причастие было. А потом услышал, что будут проходить катехизаторские курсы для взрослых. Мне это заинтересовало. Думаю, надо посетить, пойти туда сходить. Просто, чтобы для контраста понятно было. То есть, храм, потом курсы. Я домой приехал, позавтракал, взял с собой книжку записную, блокнотик с собой взял. Интересно. Прихожу туда, приезжаю. Там отдельно такое помещение у них при храме. Там у них идет занятие. Захожу, там священник сидит. Там Борис Поли есть, по улице рабочая. И еще с ним человек 6 прихожан. То есть, это еще 3 мужчины. Один из них, это парень, такой лет, может, 16, слегка умственно отстал. Ну, такой сидит там. Ну, бывают такие, блаженные называют православие у нас. И остальные женщины. Одна с Клироса, другая тоже, кажется, третья. Ну, тоже какая-то близкая прихожанка. Я сажусь такой, приготовился слушать, что же там интересного. А у них называется занятие литургика. Думайтесь. Я пришел. Называются категория курсы литургика. И нам, значит, рассказывают, что такое Ирмос. И сидит батюшка, прям так записываем. И там Ирмос-Ирмос, хвалебная песня. Там такого-то канона возвышенного. Всегда поется, не считается. Начинает рассказать, сколько там этих канонов. Что должно быть 14 прочитано в течение 3 дней. Как они разбиваются. На полном серьезе все там разбирается. Я уже сижу так, тоже так, карандашиком чуркиваю. Ну, раз пришел уже. Ну, что сказать. Ну, внутри такое, как бы, не очень такое недовольство. Ну, еще смешанные чувства. И батюшка тот меня знает. Еще до отъезда в Барнаул я с ним общался так предварительно. Я ходил туда по всему Борисполю, искал бы священников. Почти с каждым Борисполем священником говорил. Именно на тему, как бы, они не проводят ли они занятия по Библии. Я бы хочу присоединиться. У меня материала много есть. Если есть желание есть, почему бы нет. И он меня знает. Лично, просто, да. Я уже к концу не выдержал, когда с ним общался. Говорю, что посмотрите, говорю, как там у сектантов все. А у нас ничего нету. Никакого ни общения, ни изучения. Невежество одно. Ну, так с ним мы на такой ноте расстались. Прошло уже почти 5 лет. Он стал уже архимандритом. Он меня, видать, так помнит, как бы. Ну, деталей не помнит. Ну, я не уточнял. И вот он, и он прям сел. Начал рассказывать. Там женщина не поняла. Он прям взял листочек большой, начал писать. Там, вот, там, Ирмас. Начал стрелки разводить. Где какие песни, какие каноны читаются. На полном серьезе я сижу, угогатываюсь. Ну, ничего не говорю, потому что я, как бы, немного наперед знаю, что это будет. Просто не выдерживает люди. Я только начну говорить. Заканчивается литургия какая-то. Тут же заходит другой священник. И все это так. Чай, кофе, шоколадки. Чай, кофе, там, всякие булочки, вафельки. То есть, так, в таком полудреме. Но мы привыкли, что у нас, я в Барноле был, сначала трапеза, а потом уже на сытый желудок, чтобы... Или только желудок работает, или мозги. Дальше занятие происходит. Заходит другой священник. История церкви называется предмет. А что там за история церкви? А он рассказывал, какие секты возникли. В каком году там они находились. Какие имена там. Какие были люди. Там, какое потом... Что-то про мусульманство. Там, Константинополь. Как мусульмане там Сербию захватили. Там, Балканы. Как они патриарха вменяли. То есть, и он сидит, и так считает, запишет такая, ну, Тотина. Я начал носом уже клевать. Смотрю, другие тоже. Ну, мы все такие православные, такие смиренные. Мы слушаем. И мне прям охота сказать. Ну, я сижу так переименаясь. И как там в Писании сказано. Как говорит, если вы не заговорите, то камни бы запьют. И раз я уже молчал, то рядом сидел от меня женщина. Слева от меня. Ну, женщина по своей интуиции, она, видать, так считала мое настроение, мои мысли, что она прям начала говорить. Прямо слово-слово то, что я думал. Прямо так с нуля. Как, кажется, я смолодушествовал, так сказать. А она, как Девора в книге судей, взяла на себя этот, всю славу ей досталась. Прямо начала батюшке говорить, ну, батюшка, ну, хорошо, мы тут литургику изучаем, что и историю церкви, но почему у нас нету никакой общины. Вот я стою в храме, вот там рядом со мной люди, я никого не знаю по имени, они могли помочь мне, а я им, на с ним общение. Почему мы... Прямо слово-слово, я прям сижу так, прям, стушевался даже, думаю, прям невероятно. Она прям, прям его спрашивает, там, громким таким, и прям голосом, так, спокойно, уверенно, как будто, как какой-то медиум через меня транслирует. Господи помилуй. А они сидят во время священника, во время перерыва, мы обсуждали, как Томас присудили, почему это Томас, нема РПЦ, какой там патриарх приехал, то есть они сидят, на полном срезе спорят, на этих, эти бумаги делят, кто там прав, кто виноват, где храмы отбирает, то есть вообще, мертвящина такая. Я уже сижу, мне это вообще неинтересно. Я наше мое это все сказал, и священник говорит, ну вот видите, то ли такое время, христиане такие стали, говорит, совсем не те, нравственность упала, никто не хочет делать, ну как же никто не хочет, только же сказали, что как никто, если посмотреть, пройти там 200 метров, никто не хочет, там сотни людей собирается. В общем, вот такие дела. Мы это все закончили, я вот один же день пришел, и на контрасте сравните, нас там 6 человек сидит, там 3 женщины, 3 мужчины, и я выставлю ролики, вот в ближайшее время, там послушайте, свидетельства людей, как они к Богу пришли, какие проповеди, какие песнопения, то есть вообще, там стоишь, думаешь, удивляешься только, как Господь нам показывает, на примере этих людей, каким нам нужно быть. И мы будем ответить за это. Как сказал Христос, что горе тебе, там Хоразин, там Вифсаида, что отрадни будет в Содоме и Гаморе, потому что в них не были те явленные чудеса, которые были в ваших городах явлены. Они пришли, посмотрели бы, как те люди, что делают. А мы по сравнению с ними, это просто как какое-то болото такое тухленькое, ничтожное. В общем, слава Христу, посмотрите эти ролики. Аминь.